Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Сегодня мы поговорим об одном из музеев. Сегодня у нас обзор. Это главный музей Краснодарского края, центральный в городе Краснодаре находящийся. Музей имени Фелицина. Находится он в центре Краснодара, на улице Гимназической между Красной и Красноармейской. В зеленом доме, так называемом известным краснодарцам, как дом Богорсуковых. Старинное здание известных купцов 19 века Екатеринодарских. Музей это довольно крупный, там множество различных выставок постоянных, временные какие-то тоже постоянно проходят, какие-то конкурсы. Ну то есть довольно активный музей. По кругу мы проходили, по-моему, шесть разных залов. Стоимость билетов 250 рублей за все выставки по кругу. И выставки делятся на следующие части. Одна из первых выставок посвящена, естественно, казачьему отделу. Казачий город, центр кубанского казачества, поэтому как бы все, что касается казачества, особенно кубанского казачьего войска, все его регалии, все это находится вот в этом отдельном зале. Там хранятся все первые флаги, регалии, как я уже сказал, казачьи, различные награды, подарки царские казакам, предметы их быта, вооружения, допустим одежда. Очень достаточно ярко представленная выставка, очень подробно все это видно. Медали отдельные, можно посмотреть за отдельные войны или экспедиции, в которых участвовали казаки. Там же описана и вся эта история с переселением запорожского войска на Кубань, вот эти грамоты жалованные Екатерины Второй казакам. Вот эта вся история отражена очень хорошо. Вторым тут же залом находится в этом же корпусе. Это зал, посвященный Первой мировой войне, поскольку казачество довольно активно участвовало в ней. То есть там, естественно, экспозиции, посвященные полностью событиям не только на Кубань, но и вообще, участию казаков. Оружию, которое применялось в те годы в войне, то есть отдельные фотографии именно казачьей семьи и казаков, участвовавших в этих событиях. Какие-то предметы быта, какие-то отдельные истории фронтовые. Ну, такая яркая выставка достаточно, с большими и крупными экспонатами. Третий зал посвящен, он самый интересный в нашем случае. Это, в общем-то, история, ну, скажем так, региона с древнейших времен до, там, двадцатого века. Здесь представлена, как очень ранняя археология. Это меоты, это сарматы, скифы, вплоть до крупнейших, крупных изваяний там вот это стоит, фотографии с мест раскопок с описанием того, как это производилось. Мне что очень понравилось, тут вот именно четко идет описание адыгско-черкесской именно истории, начиная с миотов, продолжая в зихов-косогов и заканчивая вот поздними временами, это вот разделение адыга-черкесского мира на племена. Там описание, вот даже вот адыга-хаб записано, как это все строилось. Тоже вся одежда представлена полностью вооружение, отдельные события хорошо описаны. То есть, в общем-то, черкесская история очень представлена достаточно хорошо. Потом вот в конце подходим, когда к Кавказской войне, там вооружение разных сторон, где пушки, там всякие пистолеты, ружья, сабли, шашки очень хорошо представлены. Ну, единственное, конечно, с точки зрения Кавказской войны, там не очень хорошо описано, что и как, и к чему пришло в итоге. Просто как бы больше про быт, про описание. Вот, так что достойно музей Фелицын, в общем-то, выставил черкесскую историю, ничего не особо не прячу там. Вторая часть этой же выставки стенд посвящен истории Екатеринодара, старого имена города Екатеринодара, Богорсуковым, Тарасовым, просто разным еще личностям города. О том, как выглядел в этом старые фотографии, старый быт вот этих вот людей, живших в Екатеринодаре, как и бедных, так и богатых, мэры разные городские, там, как, там, медицина даже представлена того времени, там, аптека, допустим, как выглядела это, как выглядел театр того времени, какие там, допустим, пьесы смотрели. И здесь же в соседнем крыле нах расположена минеральная выставка, то есть, часто у нас в музеях находки именно геологические минералы, там, разные камни, которые относятся к территории именно Краснодарского края. Там мамонты есть и разные древние животные. И довольно большая выставка на отдельном этаже посвящена Второй мировой войне. О том, как происходило, проходило у нас на Кубани, о том, как проходила оккупация Краснодара, как его освобождали, различные операции, происходившие в крае. Ну, естественно, весь быт, фотографии, оружие, там, одежда, какие-то отдельные истории, рассказанные отдельных известных личностей, героев войны. Представлена большая панорама, представлена большая панорама сражения на Тамане, если не ошибаюсь, причем она, ну, скажем так, из реалистичных деталей сделана, там, какие-то куски фюзеляжа самолета, одежда представлена реальная, там, вот эти макеты, ну, полностью такая вогнутая, как бы, картина вот этого боя огромного, довольно хорошо сделанная. И дальше, как бы, это вот экспозиции, эти выставки, это они продолжаются логически в послевоенные годы, о том, как восстанавливалось хозяйство, разрушенное на Кубани, о том, как жил город в 50-е, 60-е, 70-е, там, 80-е годы, о том, как вот эти заводы знаменитые Краснодарские строились огромные, которые сейчас все разрушены, на их месте торговые центры. В общем, вся вот эта жизнь очень подробно описана. Ну, последняя часть выставки, я думаю, довольно скучная, вот это вот, там, Явланов, как он там за ручку братается с представителями городов-побратимов, вот такая унылая чиновничья часть. Так что, с точки зрения черкесской темы, если будете в музее, рекомендую сходить именно на выставку, посвященную, ну, вот эту экспозицию, тот зал, который посвящен именно археологии региона, истории региона и города. Вот она будет, наверное, наиболее интересной всем, чтобы, в общем-то, посмотреть воочию, убедиться, что, действительно, в музеях это все представлено, и достаточно неплохо. Причем, описание всех этих раскопок, изучение очень хорошее, и как бы задан музей изначально правильнее вектор, потому что все-таки музей Фелицина, а Фелицин, как известно, был один из первых и самых ярких исследователей именно северо-западного Кавказа, в том числе черкесов. Он очень подробнейшее описание быта черкесского оставил. До сих пор пользуюсь я его самыми вот этими подробнейшими крутыми картами, сразу после войны Кавказской составленными, где указаны и черкесские, и бывшие земли, и текущие, в мельчайших подробностях, очень большие карты. Ну, в общем, вот хорошее такое место, зря вы ругали его. Поэтому будьте в Краснодаре, обязательно заскочите. Ну и на этом все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока.